Еще один парадокс, который тоже могли бы придумать в античности, но он в том виде, в каком он сейчас будет формулирован, появился в ХХ веке, называется парадокс Кари. Утверждение, которое парадоксально, из этих форусов, я бы добавил правду. Если это утверждение вера, то два раза вару находит. Так какая? Это один из логиков ХХ века. Человек, который придумал вместе с Чёршемлям, доисчислений, например. Собственно говоря, этот парадокс также называется парадоксом Лёва. И мы это сейчас увидим. Почему? А Кари на самом деле придумывал в применении грамм для исчислений. Но это слишком много, не за рамки того, что это сейчас будет. Да, кстати, его... не только его фамилия была использована для названия сущности, но и его имя тоже. Его звали Хаскетт. Его имя такое уже распространенное, и оно стало именем одного из звездков программирования. Вот так вы утверждите. Ну, вроде, пока что ничего не отвечает в беды. Давайте тоже обозначим его А. Но вот этот парадокс 2 равно 5, давайте обозначим его В. И получается, что в нашем условии говорит, что А равно А влечёт В. Вот такой вот, так сказать, здесь. Ну, давайте теперь посмотрим вот на что. Смотрите. А равно А влечёт В. Значит, в частности, получается, что из А следует, что А влечёт В. Ну, смотрите. Если из А следует В, то это то же самое, что просто из А влечёт В. Из А следует В. Ну, потому что здесь написано, что если я предположу, что А, то я получу, что из А следует В. Ну, если я предположу, что А, то я получу, что из А следует В. Ну, я предположил А, значит, я получу В. То есть эта штука согласийна просто вот самому А влечёт В. Ход, который называется сокращением. Если у меня есть две одинаковые гипотезы, то я могу указать, что это же действительно. Это как если бы вы написали в теореме, что если, не знаю, там, треугольник-превоугольник, и если треугольник-превоугольник, то это выполняется в непряжении теоретных фрагментов. Это тоже самое. Я получаю в ответ. Но вы уже видите, что здесь будет дальше происходить. Я же знаю, что А влечёт В это то же самое, что А. Я пишу, что я от А следует В. Ну, а дальше, поскольку у меня есть самый счёт В, у меня есть А, то я могу получить В. Ну, вот я доказал, что 2, 2х2 равно 5. Это правда, правда, сказать. Ну, там, у каждого есть 2, 2, 2 равно 5, но там тоже какое-то утверждение, которое либо очевидно неверно, либо которое, ну, неизвестно нам. Ну, например, может написать, что там во Вселенной где-то кроме Земли есть жизнь. Какое-то утверждение, которое мы не знаем, а вот доказательство того, что оно не было. Ну, может доказать то, что угодно. Это противоречит. Ну, какой статус парадокса К? На самом деле это обобщение парадокса Лжеца. Потому что здесь мы говорим, что из утверждения следует некая очевидная ложь. Ну, а что такое отрицание? Можно написать, что отрицание А, это то же самое, что кинфикация А, стрелка, ну, тут напишется и ложь. Понимаешь, если не верно, это значит, что из него следует ложь. Ну, вот тут, собственно говоря, и ответить. Это парадокс Кари. Ну, давайте мы все-таки, опять же, как нам здесь хочется, попробуем назоваться, собственно говоря, к чему же этот парадокс нас приведет. И приведет он нас к такому утверждению забавному, которое называется теоремой Йоффа. Плев, насколько я понимаю, пришел к этому парадоксу независимо от Кари. Но он не в нас его сформулировал как парадокс. Он уже знал, конечно, работу Йоффа и просто использовал это как некую техническую, технический подход, доказательство своей теоремы. Теорема в случае так же все у вас сформулировано, а потом упадет. Если доказуемо, доказуемо, то еще два, то доказуемо. Ну, вот, вот это подтверждение называется принципом рефляции. Оно говорит следующее. Ну, казалось бы, смотрите. Вообще говоря, все такие утверждения есть у любого Б. Потому что мы-то знаем, что если Б доказуемо, то оно с необходимостью является истиной. Но когда можно доказать, что доказуемость Б, то еще что? То есть в каких ситуациях сама арифметика знает о своей корректности? Но оказывается только в деле, когда оно может доказать просто Б. То есть если мы не можем доказать Б, то мы не можем доказать вот такую примеру. В частности, это легко проверить, если подставить вместо Б ложь, то мы получим ту же самую вторую тюрему неполноте. Что это будет сказано? Если из доказуемости лжи, то есть из противоречивости, следует ложь. То есть если мы умеем доказывать непротиворечивость арифметики, то мы умеем доказывать ложь. То есть если арифметика доказывает свою противоречивость, то она противоречит. Вот вторая теория. Поскольку она не противоречива, то она не умеет доказывать. Ну и доказательство лжи, оно вот такое. Предполагаем доказательство. Мы должны построить такой формат, но мы напишем вот так. Мы хотим реализовать парадокс кали, но мы вообще не можем его реализовывать в раз так, естественно. Нам нужно где-то ёдлев номер засунуть. Нужно, чтобы а входила вот здесь в правую часть под ёдлевым номером, иначе неподвижной точкой не получится и уравнение не решится. А если так, то нам придется, так сказать, здесь написать знак доказуемости. Мы не можем говорить о выяснительности, попробуем только её доказуемости. Ну и на тот самый момент, где мы снимем парадоксальность, но на то получим теорию мы лёг. А какое получим? Ну вот тут надо некоторое такое хитрое рассуждение привести. Давайте мы его проведём по-честному. Собственно говоря, я не зря здесь оставил это рассуждение. Мы будем его на самом деле повторять, но используя, так сказать, некоторые дополнительные вещи. То есть у нас здесь будет а причём, что из доказуемости а следует говоря, Теорема о неподвижной точке считается, что мы будем ей пользоваться. Первая строчка доказательства – это и есть применение теоремы о неподвижной точке, да? То есть вот такая а есть по теореме о неподвижной точке. Так, ребята, вы не потеряли ещё? Просто я боюсь, что вас немножко убаюкали. Воспользовались той самой теорией. Я обязательно докажу. По второй строчке написана просто одна из этих компликаций. Ну а здесь равносильность написана, ну и вот я в ней уходу в сторону. И дальше что я хочу сделать? Я снаружи вот на вот всё вот это навешу ещё раз. Знак доказуем. Дело в том, что наша теорема неподвижной точке нам говорила не только то, что а равносильный, ну вот, к какому-то, так сказать, там, b, вот ее длинного номера. И это утверждение было доказуемо при местном яме. Ну, значит, я имею право вот здесь написать вот эту доказуемость. А теперь я пользуюсь условием вот этих. И этот знак доказуемости можно внести под эмпликацию. Как это можно сделать? Если у нас дано, что а влечёт доказуемость, что а влечёт b, то из доказуемости а следует доказуемость b. Значит, получается, что здесь как раз написано, что из доказуемости а следует доказуемость b. Но это что-то, это опять ампликация. То есть я могу доказуемость принести еще глубже, получить вот такую. Давайте я сразу опишу здесь вот так. Я могу сказать вот так. Теперь смотрите. У нас доказуемость а, влечёт доказуемость доказуемости. А здесь у нас в гипотезе, у нас в посылке утверждения и его следствия. Тогда следствие я могу убрать. Это тоже совершенно школьная вещь, что если я... У меня есть некоторые условия. Ну, простой пример. Есть система уравнений. И мы уравнений неравеностно вообще сейчас. И мы поняли, что одно из этих уравнений следует другому. Тогда то, что следует, можно выбросить. Оно не сильнее, чем то, что есть. Значит, я могу взять вот это, что же просто убрать. И написать, что доказуемость а, влечёт доказуемость. Ну и тут мы видим, что это тоже рассуждение, которое мы проводили в парадоксе Калии, неформальное. Но только везде появились вот эти значения доказуемости, где только не могли появиться. То есть всё происходило так же, но всё это под нарком доказуемости. Но теперь, смотрите, мы же знаем, что доказуемость А вот чётко. То есть получается, что вы получили, что из доказуемости А следует просто В. Вахарпетики доказуемость в нашей теле. Всё, что мы не списали, это доказательство. Но А равносильно как раз вот это. Опять как вот здесь мы видим А, Стрел КБ, получили А. Здесь мы доказуем А, Стрел КБ, получили А. Ну а теперь, так сказать, смотрите. Вот проведя всё вот это, мы доказали А. Раз мы его доказали, я продолжу видеть вот здесь, то мы получили вот так. А что мы получили? А мы, собственно говоря, это не будем, так сказать, вот такое разрушение. То есть парадокс Карли тоже совершенно обычный вот такой, семантический парадокс, который обычно можно видеть во всех книгах. Вот это парадоксальная вещь. Он приводит тоже к депутому утверждению, которое обобщает теорему тюту. А, Стрел КБ, получили А. А, Стрел КБ. А, Стрел КБ. А, Стрел КБ.